Всем привет, с вами Кэтлин, и вы не подумайте, у меня не только птенчики живут дома сейчас, у меня еще и краснухая черепаха по имени Надежда, но часто называю ее няхой-черепахой, из-за того, что она очень добрая ко всем. В общем-то, да, она хищница, но питается также и салатиками, и овощами. Если вам будет про нее интересно, про ее уход и поведение, то я выложу еще такое видео именно про нее. В общем-то, она очень хорошая черепаха, и вы не думайте, она не кусается. Она использует, ну, она только когда ест, вот так вот, ну, кусает еду, можно так сказать. Но людей она никогда не кусала. Она очень добрая черепаха. И иногда мы с ней гуляем по дому просто так, чтобы размяться. И это как раз тот день, когда я решила ее выгулить. Для этого я решила снять по этому поводу видео для вас, чтобы вы посмотрели, насколько черепахи могут быть активными. Все же она останавливается на полу, лишь чтобы прислушаться и знать, куда ей идти дальше. На самом деле, подумайте, прежде чем использовать выражение «медленный, как черепаха» или «медлительный». Только сухопутные черепахи по-настоящему медленные. И то, не все, по-моему. Давайте, наконец-то, ее выпустим. Она уже очень этого хочет. Идем, моя няшка. «Лен, куда это ты меня так? Я что-то еще не привыкла». Да, она тоже говорит. Не удивляйтесь так. У меня все животные разговаривают. Я просто озвучиваю их на самом-то деле. Но озвучиваю их внутренний голос. То, что они по-настоящему хотят сказать, по-моему. Как я и говорила, останавливается она лишь, чтобы прислушаться к птенцам или к движениям и звукам. На самом деле, под водой и на земле она достаточно быстрая. Особенно под водой. Давайте немного расскажу об ее уходе. В общем-то, она не так уж любит на самом деле разговаривать. Поэтому и не перебивает меня каждые пять секунд, как практически делал певчик. Но она как раз не перебивает и ждет, пока я остановлюсь в своем разговоре. Ты как раз остановилась. Можно я кое-что скажу? Да, конечно. Говори. Быстрее. Только. В общем-то, я хотела сказать, что я хочу, чтобы на канале моей любимой хозяйки было много подписчиков. Так что подписывайтесь, пожалуйста, и ставьте лайк, если можете. Я бы хотела, чтобы она была рада этому. Спасибо большое, Нях. Я была бы этому рада. Очень сильно. И думаю, что им будет не трудно. Конечно. Я думаю, что они с радостью это сделают. И я так думаю. Еще я хотела спросить. А почему ты меня снимаешь? Я, в общем-то, обычно одна прогуливалась. Нях, ну, я думаю, что нашим зрителям будет интересно понаблюдать, как ты двигаешься тут и ходишь. А, возможно, как ты разговариваешь с нами. Вот я и решила тебя заснять. А ты же знаешь, что я стеснительна и боюсь камеры. Да ладно тебе, Няшка. Я думаю, что... Нях, ну, вылезай. Нет, я боюсь камеры. Ты же знаешь. Ну, ладно, ладно, я вылезу ради тебя. Но давай нечасто меня снимать. Хорошо. Но ты же будешь рада, если тебе поставят лайк на видео? Да, конечно, буду. А может, даже и у меня пропадет боясь камеры? Да, возможно, я бы была рада этому. В общем-то, Нях, ну, что ты хотела сказать в конце концов? Я хотела еще сказать, что ты меня так и не познакомила с птенчиками. Нях, ну, ты же знаешь, что они тебя могут сильно побояться. Ну, ты же красноушко. А красноухи и черепахи кусаются. Ну, я же не кусаюсь. Я добрая. Я не буду. Ладно, Нях, ну, давай как-нибудь следующее увидел. Потому что уже тема определена. Хорошо, хорошо. Только все равно познакомь. А то мы только через стекло с ним и виделись. Хорошо. Без проблем. Я думаю, это будет очень здорово для вас обоих. Ну, для птенчиков и тебя, точнее. А может, я только с пепчиком тебе и познакомлю, на самом деле. Хорошо. Мне, в принципе, все равно пока с кем знакомиться. Потом подумаю. А сейчас я буду обзор делать на рюкзак. Нях, ну, он же совсем не новый. И, тем более, вряд ли кому-то будет интересно обзор на рюкзак. Да ладно, от черепахи все интересно. Да. Ты все-таки права. Думаю, лучше не надо. Да, Няха. Странно ты, конечно, болтаешь. То говоришь, что от черепахи все интересно. А то вообще передумываешь. Да ладно. Я просто подумала, что и так интересно будет. Хорошо, Няшка. Я же не против. Так вот, ухаживать за краснохими черепахами на самом деле очень легко. Вам понадобятся креветки для кормления красноушек или мясо. Но лучше морские продукты. Так как это все-таки красноухие черепахи. И они питаются морскими продуктами. Так как косминологами, креветками. Но, вот, не знаю, как у других, но моей черепахе очень нравятся креветки. И плюс они для нее полезны. Да, они просто лакомки. Конечно, я не кормлю ее живыми. Просто такими из магазина. Любыми в основном. Да, наверное. Я не знаю. А они что, могли быть и живые? Да, Нях. Ты не волнуйся. Они сами захотели к тебе в рот попасть. Да ладно. Я же знаю, что они были до этого живые. Не надо со мной, как с маленькой. Хорошо, хорошо, Нях. Ну, просто, понимаешь, ты по размерам для меня еще малютка. Хорошо, но ты же знаешь, что я не маленькая. Мне уже три года аж. Да, звучало это не очень. Ну, как бы, в смысле, много. Хорошо, я маленькая. Но все равно. Давай забудем эту тему. Окей, Нях. В общем-то, ухаживать за красных и черепахами достаточно легко. И нужен вот такой террариум с водой. И вот таким островком обязательно. И с лампочкой. Вот, это крышка от него. Нях, ты тоже хочешь что-то сказать? Нет, продолжим. В общем-то, продолжаем. Как я и говорила уже, это достаточно легко. Просто вам нужно знать, что ваша черепаха будет расти достаточно большой. На самом деле, многие на рынке обманывают о том, что черепаха красноухая вырастет вот такой. И больше не будет расти. Я большеватая, наверное. Да ладно, Няшка. Я же сказала, что обманывают. Ладно. Не буду больше извакуиться о том, что я такая кругленькая. Хорошо, Нях. Ну, вообще ты худенькая. Просто ты же черепаха. Ты так и должна выглядеть. Хорошо. Не буду. Все. В общем-то, уже три раза сказал, в общем-то. Напишите в комментариях, сколько раз я сказал, в общем-то, за все, за весь ролик этот. Мне самой стало интересно уже. Тогда вы появите, ваш комментарий появится в видеоролике. Ну, если вы правильно отгадаетесь, конечно же. Ой, мама что-то был надарит. Ну, не важно. Черепаха, как и любые другие питомцы, требует все же внимания и заботы. То есть, выпускать ее хотя бы иногда по квартире, кормить ее надо один раз в день. А когда совсем-совсем подрастет, то можно едва. Но только еды чуть поменьше. Ну, в каждом кормлении, в смысле. Но, конечно, вот еще такие и другие размеры нужно один раз в день кормить красноуховый черепах. Не больше, не меньше. Не надо пропускать кормление. А то она бедненькая будет голодать. Обязательно купите хороший фильтр, чтобы фильтровать воду. Лучше купите сразу большой террариум или аквариум. Я не знаю, как это правильно говорить. Чтобы потом не перекупать его целых шесть или даже пять раз. А возможно, даже два. Просто. Лучше уж купите сразу большой, чтобы ваша черепаха чувствовала себя в нем комфортно. Нельзя слишком маленькие камешки наполнять террариум из-за того, что она может их проглотить. И тогда будут большие проблемы с пищеводом. А вы знаете, как мало ветеринаров для таких животных, как черепаха в Москве и в других странах. В основном. Поэтому, в общем-то, и не рискуйте. Положите большие камни и, возможно, какие-то украшения. Также водоросли. Вы не видите тут водорослей, потому что она их съела. Ну, совсем недавно. Да, съела. Именно так. Поэтому лучше покупать быстрорастущие водоросли, которые будут расти по мере того, как она будет их съедать. Нях, ну, пошли отсюда. Тут темно. Хорошо. Мне и самой страшновато что-то стало. Я лечу. Нях, ну, отпусти штору. Не хочу, она со мной пойдет. Ладно. Хорошо, я лечу. О, теперь иду. Да, кстати, краснохи и черепахи не ощущают высоты. И поэтому могут с вашей ладони просто так спрыгнуть и разбиться. Ну, да. Это не очень хорошая перспектива, но все же. В общем-то, пока что на сегодня все, няха. Скажи пока всем. Всем пока. И до новых встреч. С вами была Кэтлин. Как всегда, всем удачи и пока.